Волонтеры говорят, помощь приходит даже из-за пределов Забайкальского края. На сегодняшний день на лекарства для сельскохозяйственных животных потрачено 22 тысячи рублей. Большая часть из них отправлена в совхоз «Красная Ямалка», где сгорела практически полностью от ароплем репродуктора. Из четырех сотен овец выжили около восьмидесятков. Практически все животные получили ожоги. Сохранить им жизнь помогают волонтеры и те средства, которые переводят на благотворительные счета неравнодушные забайкальцы. Самая острая ситуация на сегодняшний день с кормами для скота сложилась в Олегзаводском районе. Чтобы дотянуть до появления зеленой травы, хозяйствам там необходимо около 600 тонн сена. Сегодня на средства, собранные волонтерами, закуплено чуть больше 22 тонн в тюках по 800 килограммов. В Иргене стоит арба сена. В Кадале отдают 50 тюков по 50 килограммов бесплатно и могут подешевле продать, сколько надо. Но очень нужен транспорт, чтобы все это вывести, говорится в обращении на волонтерском ресурсе. Сбор продолжается. Пострадавшим животным жизненно необходимы лекарства. Уточнить список гуманитарной помощи можно у координаторов проекта по телефону 8-914-476-5809. Лекарства волонтеры принимают также на пунктах сбора добровольных пожертвований. Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.